Ребята, всем огромный-огромный привет и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня я бы хотел, ну, так сказать, наверное, возродить одну из рубрик, которая когда-то была у меня на канале, и, в принципе, она давала неплохие результаты как по комментариям, так и по просмотрам, ну, проще говоря, по активности. В чем заключалась эта рубрика? Когда мне казалось, исключительно внутри меня, исключительно внутри моей головы, мне казалось, что вот-вот в ближайшие дни, можно сказать, состоится релиз того или иного нового бета-патча для АТС либо ЕТС-2, я просто садился в ту или иную игру и записывал видео, и, ну, так сказать, ванговал, выражал свои хотелки, и вы в свое время в комментариях тоже писали, что бы вы хотели увидеть в том или ином новом патче. И, ну, как-то, наверное, сейчас неуместно будет пока что, я думаю, записывать для Евротрака именно такое видео, да, так как сейчас у нас идет открытое бета-тестирование патча 1.48.5. Это промежуточный бета-патч, который был выпущен исключительно только для того, чтобы подготовить игру к DLC Западные Балканы, так что видео вы можете посмотреть с обзором этого бета-патча, ссылка, если что, будет в описании. А вот для American Tract Simulator, я думаю, будет полноценный патч 1.49, и в этом видео, собственно говоря, я предлагаю пофантазировать, что, на мой взгляд, могло бы здесь принципиально нового появиться. Но перед тем, как мы отправимся в путешествие, я хочу порекомендовать вам новую онлайн-игру для ваших мобильных устройств под названием OneState. OneState — это мультиплеерная игра на мобильные устройства iOS и Android с режимом Roleplay. В этой игре каждый может почувствовать себя полицейским, бандитом, бизнесменом или обычным работягой в огромной игровой песочнице на карте Лос-Анджелеса. В игре делается упор на социальную часть, большое количество игроков на одной карте и множество интересных механик. В игре представлен совершенно новый уровень физики и графики, так как игра сделана с нуля с применением актуальных технологий. В OneState приятно играть не только потому, что там красивая графика и приятная физика, а также наиудобнейшее управление и понятные интерфейсы. Также в игре представлен огромнейший автопарк из реальной жизни, от российского автопроба до самых крутых суперкаров. OneState — это абсолютно бесплатная игра без надоедливой рекламы, как в остальных играх. Скачивай OneState прямо сейчас по ссылке в описании. Также не забудь ввести мой промокод, чтобы забрать подарки. И до встречи в виртуальном Лос-Анджелесе. Ну а теперь предлагаю отправиться в путь. Рейс у меня сегодня будет по Оклахоме. За рулем абсолютно дефолтный Volvo VNL образца 2018 модельного года. Но это, наверное, как бы и вообще в принципе не важно. Давайте будем отправляться. Поедем, наконец-таки прокатимся. Ну и, кстати, да, раз уж у нас сразу, так сказать, с места зашел разговор про Volvo VNL, я бы все-таки хотел бы наконец-таки увидеть в 1.49 модель VNL для трафика. Какая-то вот традиция весьма странная у разработчиков начала, к сожалению, появляться. Почему-то сразу на релизе нового тягача они никогда не добавляют трафиковую модель. И, как правило, для трафика... Для трафика, конечно же, новый тягач выходит чуть ли там не через патч, либо даже через два. Да, такое тоже бывает. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы в АТСке, в 1.49, в бетке появилась, наконец-таки, уже хорошая, качественная модель именно для трафика. И можно уже будет не использовать моды от того же GZCat. Они неплохие, да, эти моды, но они жрут очень много FPS, потому что там очень-очень много полигонов на этих самых модельках. Ну и, короче, оптимизация, откровенно говоря, страдает. Так что, если вы, ребята, используете трафик от GZCat, учтите, ну, либо хотите его использовать, да, увидели, случайно на него наткнулись, учтите, да, модельки там классные, разнообразие, конечно, впечатляет, но имейте в виду, что как только вы его поставите, и даже на трафике в единичку, я уже не говорю про двойку, про тройку и так далее, даже на трафике в единичку вы должны быть готовы к тому, что с FPS вам, скорее всего, придется попрощаться при большом скоплении трафика в тех или иных местах. Ну, вот, в общем, это, наверное, то, что лежит сейчас на поверхности, да, новая VNL-ка в трафик. Конечно бы также хотелось обновление предыдущего VNL-а, первого, так сказать. Нет, это не первое поколение, это, получается, второе, сейчас у нас уже третье, потому что первое было вообще другое, его еще, я помню, хотели добавить в третьей длиннобойщики, но потом там что-то не срослось, и по итогу модельку вырезали. Вроде как хотели в дополнение Vegas ее выпускать, но по итогу не случилось, к сожалению, но не суть. В общем, да, моделька 2014 года, которая Volvo, она, конечно, ужаснейшая, просто до безобразия. Но весь сюрприз заключается как раз-таки в том, что делали ее по тем же кадовским чертежам, по которым делают, в принципе, модели и сейчас. И как так случилось, что вот мы сейчас видим качественную Volvo VNL, на ту посмотреть на старую, тут там реально без слез не взглянешь. Она ужасная, она просто отвратительнейшего качества. Вроде бы она как бы правильная, она собрана правильно, по правильной 3D-модели, но геометрия там нарушена от слова совсем, и, конечно, хотелось бы полноценного реворка этой модели увидеть, так как она просто ужасная, просто отвратительная, просто отстойнейшая. И даже если посмотреть на тот же Peterbilt 567, если я не ошибаюсь, по-моему, он у нас в игре, и T680, это базовые тягачи, которые в игре появились сразу, они, блин, даже сейчас выглядят гораздо лучше, нежели чем эта самая Volvo, которая появилась в игре позже. Так что будем надеяться и верить, что все-таки в каком-то из патчей, в каком-то из обновлений, обновлений вот этой самой Volvo первого, второго, прошу прощения, поколения, наконец-таки случится. Если продолжать тему техники, если продолжать тему тягачей, я думаю, нового тягача ждать нам в 1.49 не стоит, потому что никаких предпосылок к этому абсолютно нет, никаких тизеров, ничего подобного не было. Тюнинг-пак вышел для Кенворта, и я думаю, больше, к сожалению, никаких тюнинг-паков не будет. Максимум, на который мы, по всей видимости, сможем рассчитывать этот тюнинг-пак для Peterbilt, ведь уже в следующем, в 2024 году, опять же, согласно официальным слухам, как я люблю говорить, ну и хотя бы согласно той информации, которую они выдавали на новогодней трансляции, что в 2024, то есть в следующем году, планируется, планируется добавление Peterbilt 389, нового, ну вот, который современный, там уже с планшетами и так далее, и так далее, и так далее. И вроде бы как даже они сканировали W990 Кенворт, но неизвестно, появится он все-таки или нет, потому что, по большому счету, он отличается только фарами, наверное, может быть, немного формой капота в салоне. Это простой, обычный, современный Peterbilt. Ой, господи, Кенворт, конечно же, да, посмотрите, какой рассвет, просто офигеть, обожаю, обожаю рассветы в Американтракт-симулятор. Ну так вот, да, будем ждать в следующем году, я надеюсь, нового поколения Peterbilt, нового поколения Кенворта, ну, по крайней мере, к этому есть, так сказать, все предпосылки, потому что разработчики показывали рабочие фотографии, где они снимали 3D-модель, там, обклеенная она вся была, реальная машина, я имею в виду вот этими точками для того, чтобы эту 3D-модель можно было снять. Ну, я надеюсь, в 2024 году это все у нас появится. Какой-то новый, может быть, трейлер хотелось бы увидеть в 1.49, но так, если посмотреть, блин, реально, вроде бы как, в Американтракте уже все есть трейлеры для покупки в собственность. По-моему, уже реально есть все, вот вообще абсолютно все-все-все. Куча бочек, это понятно, драйвены, всяческие эзотермы, холодильники различного рода, там, степ-деки, дроп-деки, платформы, конистоги, здесь всего уже настолько много, что, как мне кажется, разработчикам впору уже начинать контачить с реальными брендами американскими, то есть там, Вабаш, если я не ошибаюсь, он называется, то ли Юнити, то ли Ютилити, вот как-то я все время их путаю, точное название, потому что Лоткинг вроде бы как есть, а Лоткинг как бы, ну, степ-деки, дроп-деки и так далее, и так далее, платформы, проще говоря. А тех же самых бочек лицензированных, ну, пока что нет, и коробок тех же самых лицензированных пока что тоже нет. Ну вот будем ждать, будем смотреть, надеюсь, опять же, в следующем году, ну, это какие-то прям далекие, у меня уже пошли планы, конечно, до обновления 1.49. Если вернуться, да, так сказать, из дальних перелетов, вернуться на ближнее зарубежье, скажем так, на патч 1.49, помимо VNL-ки нашей замечательной в трафике, я бы также хотел все-таки наконец-таки увидеть систему удержания в полосе, потому что, в принципе, из всех современных систем у нас на тягаче уже все есть. У нас есть адаптивный круиз-контроль, у нас есть автоматические дворники, у нас также, что еще есть, автосвета, наверное, не хватает, я думаю, да, вот это была бы классная тема. У нас есть удержание дистанции до впереди идущего автомобиля, конечно, работает оно из рук вон плохо, но сам факт наличия этой системы в игре уже, так сказать, ну, обнадеживает, обнадеживает, да, и хотелось бы, чтобы до конца все-таки разработчики доводили вот эти все системы, которые есть уже в реальной жизни на тягачах, да, но вот автосвет лежит на поверхности, почему бы его не добавить, потому что это все везде есть, автоматический свет, без проблем, вообще абсолютно легчайшая история, которая добавляется просто на изи. Также галочку поставь, нужен тебе автосвет, поставь галку в настройках, все, у тебя свет будет сам включаться, сам выключаться. В дальнобойщиках третьих это было. Конечно, насчет системы удержания полосы это уже сложнее, но игра идеальная, в игре практически везде идеальная разметка, так что, я думаю, проблем с этой функцией возникнуть вообще не должно, и, ну, такой полуавтопилот получится. Конечно, сейчас многие начнут плакаться, мол, зачем тогда вообще нужно играть в эту игру, я могу просто включить там этот автопилот и пусть машина едет, пусть она за меня рейсы все выполняет и так далее. Ну, блин, ребят, вас же никто не заставляет пользоваться этой системой. Вот, например, за себя скажу, да, что у меня система круиз-контроля вот этого адаптивного, она вообще отключена, то есть я ей не пользуюсь, но система АБС и удержание трекшн-контроля, так скажем, да, она у меня включена, потому что тягач новый, Вольво, новая машина, и на ней эти все системы есть. Ну, такое своеобразное РП, можно сказать, отыгрывается. А так, кто хочет, активирует, кто не захочет, не будет активировать, то есть вас же никто принудительно не заставляет, это же неотключаемая история, да, что вот все, вот она вот включена и больше никак ее выключить нельзя. Нет, конечно, вас же никто не заставляет, еще раз повторюсь, вы можете ее спокойно отключить в настройках и все, и никакой запары, собственно говоря, не будет. Долгожданная, конечно, да, многими игроками, я думаю, будет тема с добавлением вот этих самых флажков негабаритов, чтобы их можно было в F7, допустим, нажимаешь F7, и у тебя там через галочку, опять же, так же все это выставляется, типа поставить флажки и баннеры вот эти в связи с тем, что ты везешь негабарит, либо убрать. Почему-то эту систему как-то все они не могут реализовать. Также у нас до сих пор не могут разработчики наши многоуважаемые реализовать систему работы дворников, привести ее в порядок, то есть у нас получает... Ой, не работу дворников, а работу света. Наоборот, на дворниках эта система сделана, она работает классно, то есть у нас на одну кнопочку скорость работы дворников увеличивается, на вторую кнопочку у нас скорость работы дворников, естественно, уменьшается до полного их выключения. Почему бы со светом не сделать то же самое? Я уже не один раз про это говорил и в видосах, и на стримах я про это говорил, и люди прям, да, они соглашаются с этим. Это действительно классная тема, когда у тебя, условно говоря, на буковку L, как сейчас, вот этот ползунок, ну не ползунок, а тумблер, либо, ну где как, в общем, да, он просто поворачивается, грубо говоря, по часовой стрелке, то есть у нас там включаются, условно говоря, там автосвет можно поставить тот же, да, если эта система будет введена. Затем габариты, ближний, и еще раз нажимаешь, либо на отдельную кнопку, у тебя выводится дальний свет. И, допустим, на кнопочку K, русская L, где у нас на клавиатуре расположена вот этот самый тумблер, ползунок и так далее, он уже крутится в обратную сторону, то есть у нас там выключается, условно говоря, дальний, просто включается головной, включаются габариты, включается автосвет, ну как в реальном автомобиле. И все, почему бы такую систему не сделать, потому что сейчас даже я еду на габаритах, да, и условно, ой, не на габаритах, а на ближнем. И чтобы мне переключиться на габариты, так как ближним днем не нужен, мне нужно полностью все выключить, вообще весь свет, и только тогда я включаю габариты. Ну, это странно и очень плохо на самом-то деле, и вот эта реальность, она рушится, реалистичность эта пропадает, которой здесь и так, ну, в принципе, практически нет, да. Совсем-совсем-то можно за уши эту реалистичность сюда в Американтрак и в Евротрак притянуть, но она вообще просто вот из-за таких мелочей, блин, она рассыпается в пух и прах, просто вот. Казалось бы, такая мелочь, которая есть и в Фернбасе, она классно там вообще работает, обалденная тема, обалденная система, ну и хотелось бы, чтобы, конечно, она появилась и здесь. А так, касаемо каких-то глобальных перемен, ну, конечно, хочется, чтобы, наконец-таки, игровой движок, старый призм, получил обновление. Обновление, которое улучшает оптимизацию, потому что сейчас то, что происходит с движком, особенно, кстати, это заметно было на стриме по западным Валканам, которые разработчики проводили, ну, они урезают все просто капец как. Здесь ты еще как-то смотришь в зеркала, но у тебя более-менее какая-то дальность прорисовки и какие-то тени сохраняются, а в Евротраке этого практически уже нет. Да и даже то, здесь вот видно, что буквально там пропадает вот все на глазах, хотя там от этого дома я отъехал меньше, чем там на 100 на 150 метров. Это, конечно, плохо, это, конечно, плохо, но работа ведется. Я вам сразу, ребята, скажу, не верьте тем крикбейтерам, которые снимают видосы, говорят о том, что в игре будет новый движок. Никакого нового движка, ребята, в игре не будет, забудьте. Для того, чтобы сделать в игре новый движок, нужно полностью всю игру перестроить. Это не так, что просто ты взял все ассеты, модели и перекинул их на новый движок, и игра поехала. Нет, это равносильно тому, что сделать игру с нуля. Это нереально долгий процесс, и вряд ли, я думаю, разработчики сейчас этим будут заниматься, потому что других забот хватает, нужно делать новые штаты, нужно делать новые страны. И плюс ко всему они вроде как решили замахнуться на консоли, пусть и официальной. Повторюсь, официальной информации нет, но опять же на стриме по Оклахоме, когда Оклахому представляли, уже предрелизный, так сказать, был стрим, там, как обычно, в конце приходит Павел Шебр, и некие такие анонсы завуалированные дает, и он прямо, прямым текстом сказал о том, что да, в команде сейчас есть микрокоманда, которая занимается именно переносом АТС и ИТС на консоли, на Xbox Series X, насколько я полагаю, и PlayStation 5. Вот. И для того, чтобы игра на консолях работала адекватно, нормально, с хорошей красивой картинкой и плавной частотой кадров, им необходимо обновить движок. Ну, в частности, научить его хотя бы в многопоточность, чтобы он не просто видеокарту загружал, да, а еще и использовал ядра процессоров, оперативную память и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вроде бы как, работа над этим всем ведется, делается это для того, не только чтобы на консольках, типа, фу, там, да, консольки не тянут и так далее, нет. Это делается еще так же, естественно, для того, чтобы на персональных компьютерах оптимизация стала получше, ну и, конечно же, для того, чтобы, когда выходит новый патч, по сути, как бы, они хотят сделать одну единую платформу, на которой стоят две игры, один единый движок, что по факту сейчас так и есть. И для того, чтобы максимально бесшовно обновлять игру на ПК и на консолях, им как раз-таки нужно вот этот движок привести к единому знаменателю. То есть не только его оптимизировать, там, допустим, для консоли, но в то же время оптимизировать его для ПК, и чтобы те изменения, которые в дальнейшем будут в игре появляться, они выходили одновременно так же и непосредственно на консолях и на ПК. Бета-тест наверняка будет только на ПК, я так думаю, потому что на консолях бетки, блин, я даже не помню, проводились когда-либо или нет, ну, прям конкретно бета-патчи, по-моему, такого никогда не было. Просто какие-то бета-демо, да, а вот именно что прям с багами, по-моему, такого не было. Ну и, соответственно, такого не будет. То есть достаточно будет просто протестировать игру на ПК, и, значит, те же самые баги есть на Xbox, потому что, ну, игра, по сути, одинаковая. Там просто скопировали, вставили, отправили туда, вот и все. Разницы как бы никакой нет. Короче, будем ждать этой информации. Я думаю, что на новогоднем стриме, скорее всего, чуть больше будет инфы по этому поводу, а что-то конкретное, я думаю, выйдет не в 1.49, а, скорее всего, в 1.50. Ну, типа такая круглая версия будет, и что-то глобальное. Они определенно весной следующего года в наши любимые игры добавят, и что-то с нашими любимыми играми сделают. Ну, а в 1.49 из оптимизации, я думаю, вряд ли мы что увидим. Скорее всего, будет наоборот, только опять урезание теней, урезание дальности прорисовки, потому что еще раз повторюсь, это было прям очень сильно заметно на стриме по Западным Балканам. На YouTube запись есть. Ух ты, тормозим! Ух ты, как он неожиданно резко загорелся! Вот это я прям, вот это, но я бы не успел остановиться, ну реально, я бы просто, ребят, не успел нажать на тормоза, но зато теперь у нас настоящее Volvo VNL, потому что Volvo VNL без чек-энжена, ребят, это не Volvo VNL. Так он резко, главное, прям перед носом начал, я бы реально просто не успел остановиться, это ну нереально. Это просто нереально. С 60 нажать в пол, и чтобы все встало. Так, с какой стороны поедет? Слева-справа? Слева он едет, отлично. Отлично, отлично, ждем, когда проедет. Так что да, я думаю, каких-то глобальных изменений в движке в 1.49 ждать не стоит. Когда выходил Техас, как вы помните, да, там уже началось, начали душить трафик, который отрисовывался там у тебя чуть ли не перед самым носом, скажем так. Так, так, у нас очень культурные поезда, они видят то, что я стою там в нескольких метрах от переезда, и поэтому они все равно останавливаются, чтобы меня пропустить. Поэтому, ребят, с вашего позволения, я быстрое перемещение сделаю, потому что это сейчас начнется, вот это вот бесит меня это поведение. Кстати, трафик, да, хотелось бы, конечно, еще бы, чтобы поработали над трафиком, потому что трафик в игре это что-то с чем-то. В Американ-траке, ну, может быть, это как-то чуть более оправданно, потому что дороги широкие, как бы, и ты успеваешь где-то как-то сориентироваться, где-то успеваешь как-то что-то сделать, какой-то маневр совершить, а в Евротраке, ну, и по большому счету вообще по барабану. То есть они просто с тебя спокойно могут в бочину притереться, как будто тебя нет, особенно в конвое. Конвой это вообще в последнее время беда какая-то, трафик-то начинает чудить еще больше, то есть неизвестно, что вообще будет с трафиком. Он из каждой версии в версию становится все хуже, 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 хуже и хуже. И это прям действительно заметно. Если он там раньше просто хасанил по непонятным причинам, то теперь он тебя просто лупит в бок практически постоянно. Раньше это было изредка, а теперь он в бочину тебе лупит постоянно. Вот так выезжается второстепенно, ему как бы, по идее, надо уступать, потому что ты едешь, ты на главной, а ему по щепо-барабану, ба-бах тебе в отбойник прилетает. И что самое интересное, штрафуют тебя, то есть как будто бы ты совершил дорожно-транспортное происшествие. То есть экономика игры выстроена таким образом, что ты всегда виноват. Неважно, виноват ты в ДТП, не виноват, в тебя обрезались, ты виноват всегда. Вот этот момент тоже нужно разработчикам каким-то либо образом обдумать, потому что, ну, это несправедливо. Есть же ребята, которые ставят моды там на реальную экономику, да, которые, ну, как-то стараются что-то сделать, усложнить, что-то придумать, какую-то, ну, реальную жизнь, так скажем, воплотить в игре. Они ставят вот эти моды на хардовую экономику, где там конские штрафы, где конские ценники на ремонт и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. Ну, блин, это как-то глупо, как мне кажется. Это очень-очень глупо, поэтому в 1.49, конечно, мы вряд ли все это дело увидим, но я думаю, я думаю, вряд ли, да. Но это нужно делать, это прям нужно делать. А так, что бы еще из нового? Ну, смотрите, у меня давно в голове есть такая идея, не то чтобы навязчивая, но она иногда меня посещает. Идея эта связана с тем, что вроде бы как, смотрите, добавляют Оклахому, добавляют Техас. Следующий штат у нас будет Арканзас. Ну и Канзас, соответственно, да, то есть это такие штаты, это такое место, где развита сельскохозяйственная деятельность. То есть практически эти регионы, вышеупомянутые мной, держатся на сельском хозяйстве. Не целиком и полностью, но те или иные части штатов держатся, или те или иные штаты в целом держатся на сельском хозяйстве. И я так что-то посидел, подумал, а не выпустить бы разработчики длс, которые, ну, так скажем, добавят в игру грузы, связанные с сельским хозяйством. То есть всякие селки, жатки и прочее-прочее-прочее оборудование для сбора, либо для того, чтобы наоборот посадить тот или иной урожай. Вот я вот давно эту мысль у себя в голове гоняю, как-то я ее все стесняюсь озвучить, не знаю почему, ну, было бы здорово. Вот я бы хотел услышать ваше мнение на этот счет. Мне кажется, это очень здравая идея, очень прям реально здравая идея, потому что она бы добавила разнообразие. Ну, например, у того же Вольво есть целый пак там различной техники, которую мы можем перевозить. Есть High Power Cargo Pack, есть Special Transport DLC. Почему бы не дать здесь игрокам возможность заняться фермерством, да еще и тем более в таких благодатных, можно сказать, местах, где фермы и прям true RP можно будет отыгрывать, что ты там с фермы, либо с магазина на ферму везешь новый эквипмент для той или иной фермы, которая там картофаном занимается, либо чем-то еще. Но это же классно. Это, блин, реально классно. И вот как вы думаете, осмелятся ли разработчики на такое? Я бы вот прям, да, я был бы рад, и я буду рад, когда такое DLC выйдет, потому что иногда вот просто создается такое настроение, чтобы что-то повозить. Да, в игре тоже здесь, в базовой, причем в игре, есть некоторые грузы, которые так или иначе относятся к сельскому хозяйству, но это все равно не то. Это все равно не то. Их мало, они какие-то невнятные, они какие-то непосчетные. Третий поезд на пути, офигеть просто. Ну это как так-то вообще? Скелетон Крик, неплохо. Ладно, он хоть еще не 2 мили, блин, или 3 в длину, а так по месту тут буквально он, видимо, шуршит. Давайте, коллеги, поехали, поехали, поехали. Потихонечку, отлично, спасибо. Так что да, вот мне интересно будет услышать ваше мнение на эту тему. У вас милицы, реально разработчики, сделать это делось. Я был бы рад, повторюсь еще раз. Так, давайте глянем, сколько нам осталось. 116 миль. Ух ты, мы так быстро с вами доехали. До Талса мы едем, напомню. По северу чисто я, короче, еду. Можно сказать, вот там уже Канзас. Равнинное такое место, чисто Канзас. И поэтому как-то меня так навеяло тоже за вот это все сельское хозяйство, за вот эти все штаты, потому что Канзас прям, ну, такой. И вот смотрите, да, какие тени ужасные в зеркалах. Их просто нет. Вот едет трафик, и теней просто нет. Какой же это трэш, как же это ужасно смотрится. Напомню, игра у меня идет сейчас полностью на ультра-высоких настройках. Это просто кошмар. И никакой консольной командой это восстановить нельзя. Но я имею в виду, чтобы нормальные человеческие тени были. Постоянно вот такие будут добрубки. Это ужас какой-то. Это просто ужас. И еще раз повторюсь, мне кажется, в 1.49 будет еще хуже. По конвою. Если смотреть по конвою, это вообще просто такая мозгодробилка в последнее время. Этот конвой. Я думаю, там вряд ли что-либо в принципе будет меняться, потому что до сих пор они не могут сделать синхронизацию номеров. До сих пор они не могут сделать синхронизацию и работу всяческих висячих предметов, как на лобовом, так и над торпедо. То есть если вы что-то вешаете на лобаж, либо на торпедо какую-то висюльку, какую-то игрушку, у вас ее будет видно. То есть когда вы будете ехать так, и от третьего лица вы посмотрите, у вас ее будет видно, а у ваших друзей, либо коллег по сессии этого видно не будет. Хотя она также будет висеть. В тракер с МП вроде бы эту беду исправили. То есть там все синхронизировано, все работает, все классно, здорово и круто. А в конвое почему-то до этого догадаться не могут. Я не думаю, что это сложно, я не думаю, что это ресурсы затрат, там просто походу лень. Ну и все-таки я надеюсь на то, что в 1.49 ну хотя бы какой-то шажок в эту сторону будет сделан, и какое-то обновление получит конвой. А так, что еще обновлять в конвое? Ну трафик-то это понятно, то, что он там сходит с ума, его, наверное, нереально в принципе там каким-либо образом пофиксить. Он всегда будет дурной, он всегда будет шальной. И, короче говоря, это уже тема такая, что его просто надо брать и переписывать с нуля. Как когда-то Павел говорил тоже то ли на одном из интервью, то ли на одном из стримов, что они знают про эти, что самое интересное, они знают про эти все проблемы с трафиком. Но локально, просто каким-то патчем, его исправить вот так вот по щелчку пальцев нельзя. Его надо весь переписывать с нуля. Все поведение трафика надо переписывать с нуля. Но на месте разработчиков, ёпрстэ, сейчас есть нейросети, сейчас всем рулят нейросети. Обучите вы ее там каким-нибудь образом, дайте ей задания, да, этой нейросети. Пусть она за вас напишет вот это все, и сколько людей вам скажет спасибо. Либо нейросети что там нельзя, наверное, использовать в таких коммерческих целях. Так, у нас машина заглохла третий раз. Новая роднулька. О, загудела. На ходу прям запускаем нормально, прям на передаче пойдет. О, кстати, да, про передачи тоже мелкие вот эти всякие фишки, если возвращаться к вот этим мелким фишкам, которые рушат симуляцию. Если мы заглушимся на передаче, мы на передаче двигатель сможем запустить. Почему бы, опять же, разработчикам не добавить такой элемент реалистичности, я бы так сказал, что на передаче машину нельзя запустить. То есть, это же самая простейшая защита от дурака, которая есть в реальных автомобилях на автомате-на роботе. И было бы классно увидеть ее здесь. Я не думаю, что это сложно. Я не думаю, что это, опять же, ресурсозатратно это сделать. Но фишка-то, согласитесь, реально классная. То есть, когда у тебя включена передача, ты заглушился, забыл там поставить на нейтралку, заглушился, запускаешь, у тебя машина не заводится. Вот это бы было клево на самом-то деле. Вот это было бы реально клево. Ну и также, если возвращаться к теме конвоя, почему бы не сделать этот фильтр, который позволяет отображать только лишь добавленные, вызбранные, так скажем, сервера. Потому что, вот сколько я в крайнее время играю в ETS, в конвой, на выделенном сервере с модами, где у нас присутствует золотая сборка и несколько модов на тягачи, каждый раз, каждый раз, когда тебе нужно зайти, либо после какого-то краша, либо впервые ты открываешь конвой, и все, ты не можешь реально зайти на сервер минут по пять, пока конвой не обработает весь список серверов, которые там есть. Но это же глупость несусветная. Почему бы реально не добавить эту галочку, которая просто отсечет все ненужные сервера и будет показывать только те, что у тебя в избранном. избранное это добавили, а вот почему-то этот фильтр не добавили. Будем ждать, будем смотреть. Надеюсь, ребята услышат меня. Потому что, как мне кажется, как мне кажется, реально, по-моему, есть там в студии люди, которые меня смотрят, потому что, вот, возвращаясь к избранному, да, которое добавили там в одном из патчей, что можно добавить сервера в избранное, они сделали все ровно так, как я просил. То есть на том же самом месте, куда я указывал, появилась эта звездочка. И как это произошло, я не... Может быть, это чистая случайность. Но я все-таки верю в то, ну, я, по крайней мере, просто знаю, что наши ребята русскоязычные там есть, в студии их достаточно много. Я очень надеюсь на то, что они просто это услышали, увидели меня где-то, да, и подумали, что это действительно классная идея. В принципе, как плохих идей-то не предлагаю. Я предлагаю всегда такие мелочи, которые, ну, действительно полезны будут игрокам и игре в целом. Ну, поживем-увидим, короче говоря. В общем, господа, мы подъезжаем. Нас осталось 8 миль, знаете, так прокручивая в голове весь наш с вами монолог. Больше, наверное, я трындел касаемо каких-то будущих обновлений. И, наверное, какой-то минимум в разрез названию, к сожалению, да, я уделил именно патчу 1.49. Ну, ладно, давайте быстренько подытожим. То есть, что я хочу увидеть? Окей, погнали. Volvo VNL 2018, то есть, на которой я сейчас еду в трафике. Хотелось бы, наконец-таки, ее увидеть. Обновленную модель Volvo VNL образца 2014-го модельного года. Очень, опять же, такая долгожданная и ожидаемая мной история. И все. Как бы, а что еще? Ну, если, да, действительно так углубляться, давайте, окей, продолжим тему. Ну, например, удержание в полосе, автосвет. Тут уже вещь такая, согласитесь, серьезная. Из глобального, из глобального, конечно же, это обновление движка в лучшую сторону. Ну, хотя бы какой-то шаг. Я надеюсь, что разработчики сделают в этом направлении именно в патче 1.49. Ну, хотя бы что-то они сделают с тенями, потому что то, что с ними происходит сейчас, ну, по-другому, как... Я даже не знаю, как культурно это выразить, но это слово, состоящее из шести букв, на пи начинается, на е скончается. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что это за слово. Потому что машина едет в зеркале без трафика, и вот буквально ты смотришь на нее через ту же самую форточку, которую открыл, она едет с тенями. Ну, это такой бред. Это просто ужас, который нужно править, который нужно исправлять, и что-то с этим срочно нужно делать. Нужно работать над тенями. Это, кстати, четвертый поезд уже едет на нашем пути. Вот мне повезло, блин. А вы прикиньте, сколько их в Канзасе там будет ездить. Они же все оттуда, по сути-то, и едут. Это жесть какая-то. Ну, ладно, подождем. Ну, из мелочей, да, по конвою. Хотелось бы увидеть, как я и говорил, отображение только серверов добавленных в избранное, потому что эта тема действительно важная и нужная. А так, в целом, я уже даже, если честно, не знаю, что предполагать. В принципе, плюс-минус все то, что хотелось бы, оно было добавлено. А прогнозировать выходы каких-то DLC, выходы новых тягачей и так далее, и так далее, это практически невозможно, потому что, как правило, разработчики всегда действуют по одному и тому же плану, известному только им. Ну, как-то более-менее мы, наверное, можем прогнозировать только выходы тех или иных дополнений и сами выходы патчей. То есть это стабильно весна, лето и осень. Ну вот, в октябре месяце, я думаю, мы уже с вами погрузимся в Американтракт симулятор 1.49. Ну, а пока, господа мои хорошие, спасибо вам всем огромное за то, что вы нашли время для того, чтобы посмотреть это видео. Можно сказать, его, наверное, можно отнести к категории бубнижа деда под геймплей. Давненько тоже у нас такого на канале не было. Да, сейчас не удивлюсь, если пятый поезд здесь поедет. Я прям просто сегодня не ловец снов, а ловец поездов. Надо изобрести такой мод. Подвеску тоже сюда сделать, только вместо, чтобы там вот этой всякой индийской истории и перьев торчали рельсы, шпалы и поезд. И повесить его сюда, чтобы оно болталось и чисто ловец поездов. Ну, классная тема. Надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь это добавит. На этом тогда все, господа. Будем мы с вами прощаться. Будем ожидать бета-патча 1.49. Я думаю, повторюсь, в начале октября, в первой неделе октября, может быть даже во второй, но я надеюсь в первой. Мы с вами увидимся здесь, посмотрим, что нам добавили, посмотрим, что нам разработчики подарили. Ну и, конечно же, я на все это добро сделаю обзор. А на этой ноте я с вами прощаюсь. Спасибо вам всем огромное за внимание. Конечно же, ребята, пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в патче 1.49 для игры American Truck Simulator. Только, пожалуйста, не пишите про автомойки, не пишите про грязь, ребята. Пожалуйста. Сейчас этого точно не будет, потому что движок и так наладан, дышит, можно сказать откровенно. И эти технологии без 12-го DRX и без поддержки многоядерности, ну, они просто добьют уже игру, и она будет лагать просто невероятным каким-то образом. Да. А так буду ждать ваших интересных комментариев. Пока-пока, друзья. Увидимся. Услышимся.